Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Сергей Ператен. Я получаю зарплату в компании «Базальт СПО». И буквы «СПО» означают «свободное программное обеспечение». Это ключевой момент. Все наши продукты являются продуктами с открытым исходным кодом. Любой из присутствующих имеет полное законное право скачать с нашего сайта любой наш продукт, поставить себе на домашний компьютер и в личных целях использовать в свое удовольствие. Ну и, естественно, юридические лица для использования в коммерческих или производственных целях должны покупать лицензии. Что самое главное в нашей компании? Как я говорил, свободное программное обеспечение и открытые исходные коды. И самое главное, мы с 2001 года, то есть уже больше 20 лет, ведем собственную разработку на собственном репозитории, на собственных серверах, на территории и юрисдикции Российской Федерации. В отличие от некоторых наших уважаемых конкурентов, мы не являемся деривативами, то есть доработанными дистрибутивами американских диалектов Linux. Мы никоим образом не зависим от западных, прости господи, партнеров. Нам не надо ждать, пока они сделают шаг вперед, чтобы положить сверху свои дописки и объявить это отечественным Linux. У нас новые релизы выходят в плановом порядке два раза в год. Более того, мы поддерживаем 10 процессорных архитектур и, соответственно, все отечественные и импортные архитектуры процессоров, какие вам придут в голову. Что касается отечественных процессоров, сейчас эта тема немножко ушла в день в связи с известными вам событиями, но могу сказать, что процесс переноса производства отечественных процессоров, в частности, Эльбрус, на другие фабрики в самом разгаре, он занимает, по оценке разработчиков, порядка полутора лет. То есть я думаю, что к концу этого года, но самое большее, в начале следующего года, у нас на рынке появятся процессоры Эльбрус нового поколения, Эльбрус 16. И они уже будут не только иметь 16 ядер и 2,5 ГГц тактовой частоты, но, что самое главное, они будут иметь аппаратную поддержку виртуализации. А это уже серьезно. У нас уже есть операционная система под Эльбрус. Я имею в виду, под Эльбрус 16 мы уже отгрузили несколько лицензий операционной системы под Эльбрус 16. В конце прошлого года мы отгрузили 14 тысяч лицензий в РЖД. На заводе Аквариус было собрано 14 тысяч машин на процессорах Байкал-М. Это старый контракт, еще там подписанный в декабре 2020 года. Наконец набралось достаточное количество процессоров Байкал для поставки 14 тысяч машин. Наши продукты выпускаются на рынок в двух линейках, сертифицированная и несертифицированная, и выглядят в виде специализированных дистрибутивов. Вот они здесь на экране показаны. Вся новая разработка, естественно, идет сначала в несертифицированную линейку. Раз в год все доработки, которые проходят по требованиям в стек, сливаются в сертифицированную, проходится инспекционный контроль. И таким образом новые доработки легализуются, и сертифицированная линейка подтягивается на уровень последних разработок. Ну вот, если говорить, скажем, о применениях в энергетике, с учетом всего сказанного выше, уже в двух региональных Россетях, Россети Сибирь и Россети Юг, закончена опытная эксплуатация многоуровневой автоматизированной системы управления технологическим процессом. И сделано это все на отечественном аппаратно-программном комплексе. Посмотрите, все компоненты этого комплекса сделаны на процессорах Эльбрус, естественно, под управлением операционной системы Альт. Вообще, коллеги, времени очень мало, поэтому я так галопом по Европам, вот эта презентация примерно 25% того, что надо было бы рассказать. Поэтому, кого что-то заинтересует, подходите на стенд, поговорим, философствуем. А пока самое главное, такое как бы внезапное судорожное импортозамещение. И тут есть проблемы двух уровней. Большинство сейчас находится на первом уровне. То есть сама по себе операционная система, она никакой ценности не представляет для заказчика, если нет соответствующего стека прикладного ПО. Голый компьютер с операционной системой никому не нужен. И все сейчас упираются в первый уровень. Это совместимость прикладного ПО с отечественными линуксами. Ну, здесь как бы много о чем можно говорить, времени нет, ограничено одним тезисом. Если какое-то прикладное ПО работает под каким-нибудь диалектом линукс, заставить его работать под другим диалектом, это вот пара кругов с бубном вокруг костра, и мы знаем, где этот бубен лежит и в какое место надо стучать. Так что проблема первого уровня, ну, в общем-то, так или иначе, они либо решаются, либо не решаются никак. То есть там, где есть импортное программное, прикладное программное обеспечение, написанное под винду, и отечественных аналогов нет. Единственный вариант – это кривой костыль под названием Vine. Это реально костыль, и он действительно кривой, потому что это решение лицензионно нечистое, оно использует системные библиотеки Windows. И самое печальное, что когда вот эта вот этажерка Linux, Vine, виндовый приклад выстроена и вручную настроена, при любом обновлении операционки или приклада, вся эта этажерка рассыпается, и все нужно опять делать заново. Ну, там, где без винды нельзя обойтись, без виндовых приложений, Vine может быть как бы, ну, последней соломинкой, хотя мы его не рекомендуем. А еще просовер есть. Прости? Совер есть. Да, ну там, да, много чего. Окей, значит, тем не менее, в результате того, что на многих предприятиях, ну, в разных отраслях промышленности по-разному, в машиностроении вообще катастрофа. Насчет энергетики, честно, не знаю, но вот какие-то отечественные аналоги есть. Тем не менее, экспертное сообщество сходится во мнении, что нас всех ждет минимум пятилетний переходный период, в течение которого мы будем стоять вот так в раскоряку. Одной ногой на винде, второй ногой на Linux. И наша задача, как разработчиков операционной системы отечественного Linux, это сделать операционную систему таким образом, чтобы плавный переход с винты на Linux осуществлялся для заказчика с минимальными потерями, с минимальными трудозатратами, с минимальными неудобствами для его пользователей, то есть чтобы переход был плавный. Смотрите, первая фаза импортозамещения, когда все проснулись и побежали. Вот у вас есть классический виндовый домен под управлением Microsoft Active Directory. Он решает понятный набор задач. Ну, собственно, все, кто знает, что такое доменная структура, все понимают, какие задачи решает контроллер домена. И вот в вашем парке появляется какое-то количество линуксовых машин, достаточно большое для того, чтобы его уже нельзя было управлять, администрировать вручную. То есть, допустим, здесь у вас несколько тысяч машин, а здесь уже несколько сотен. Так, что с этим делать? Вообще говоря, в Линуксе существуют две параллельных и независимых технологии, работающих с доменными структурами. Одна называется Free IPA или Free EPU, вторая – Samba. Если мы их сравним, то мы увидим, во-первых, что Samba, вообще говоря, технология более универсальная, потому что Free EPU тоже часть своих задач решает через протокол SMB. Там это называется SIFS – Common Internet File System. А самое главное, что Free IPA умеют управлять только машинами под Линукс. Поэтому у нашего крупного конкурента их любимый продукт, который они активно рекламируют и продают за отдельные деньги, хорош всем, кроме одного. Он не совместим ни с кем, кроме самого себя. Он не может работать с виндувым доменом. Наши инженеры научили Samba, а Samba изначально замышлялась, как инструмент для работы с доменными структурами Windows. Первый релиз протокола Samba появился в 92-м году. Продукт Microsoft AD впервые появился в 98-м. И вот эти 6 лет разработчики обоих продуктов общались друг с другом и заимствования шли в обе стороны. Поэтому по состоянию на 98-й год возможности Samba и AD были примерно эквивалентны. Ну а дальше Microsoft компания богатая, мощная. Она включила финансовые и человеческие ресурсы. И развитие технологии AD пошло вперед опережающими темпами. В результате сейчас возможности технологии AD существенно превосходят возможности Samba. Это надо иметь в виду. Тем не менее, Samba, которая изначально умела работать только с виндувыми доменами, вот наши инженеры научили ее работать с Linux и использовать механизм групповых политик. Как это работает? Значит, вот есть известный всем виндовым админам. Помните, я говорил, что переход с винды на Linux должен быть плавным и безболезненным. Есть ресурс, который знают все виндовые админы. Вот он. Заходим туда и видим список шаблонов групповых политик. Естественно, с Microsoft на первой строке. Если этот список промотать вниз, откроется раздел Alt Linux. И там есть два подраздела. Значит, открываем подраздел Alt Linux. Вот он выделен, да? И видим список шаблонов групповых политик. Вот здесь они разделены на 9 тематических обновлений. Вот здесь виден заголовок «Верхнее обновление. Безопасность». Всего там больше 150 шаблонов. И вот эта зелененькая клавиша «Загрузить», «Скачать». Нажимаем клавишу и качаем все эти 150 шаблонов на виндовую машину виндового администратора контроллера домена AD, на который установлена, опять же, виндовая оснастка R-SAT. R-SAT – Remote Server Administration Tool. Это продукт, знакомый всем виндовым админам. То есть на первой фазе импортозамещения управление линукционными машинами, включенными в виндовый домен AD, идет из-под консоли виндового админа, которую они все знают, любят и умеют ей пользоваться. Значит, когда мы скачали все эти шаблоны на виндовую машину, в ней было вот это окно утилиты R-SAT. И в ней появляется раздел «Система Альт». И там те самые 9 оглавлений, вот они, где лежат тематические шаблоны групповых политик. Вы R-SAT-ом настраиваете их на конкретику, ну, например, какие иконы должны быть на рабочих столах ваших пользователей. Вот такая иконка, она лежит вот здесь. Она связана вот с таким приложением. Это приложение живет вот в этом оглавлении. Установили связь, положили. Дальше вы заходите в центр управления системой линуксовой машины. Это аналог виндовой панели управления. Заходите в центр управления системой и ставите галочку «Включить групповые политики». Машина перезагружается, входит в виндовый домен, и эти политики на нее приезжают. Таким образом, на первом этапе импортозамещения, когда линуксовых машин значительно меньше, чем виндовых в вашем парке, но управлять ими вручную уже невозможно, вот этот инструмент групповых политик и виндового средства управления дает нам уникальный инструмент управления линуксовыми машинами из-под винды. Вообще, чуть-чуть так забегая вперед, управлять виндой из-под винды и линуксом из-под линукса умеют все. Тут особо хвастаться нечем. А вот управлять крест-накрест линуксом из-под винды и виндой из-под линукса сейчас умеем только мы. И эта технология появилась у нас в августе 2021 года в релизе 9.2. То есть этой технологии полтора года. Некоторые наши уважаемые конкуренты уже заимствуют нашу технологию, потому что она выложена в открытом доступе. Но мы, как первичные разработчики, всегда будем на полкорпуса впереди. Окей. Вторая фаза импортозамещения, когда количество виндовых и линуксовых машин в вашем парке примерно сравнялось. Два домена. Старый добрый домен AD. В нем остались винтовые машины. И новый домен под управлением контроллера самого DC. DC – это домен контроллер, да? Значит, в нем линуксовые машины. Между доменами – трастовые отношения. И теперь у нас появляется следующий инструмент, который называется ADMC – Active Directory Management Center. Это утилита, написанная нашими инженерами с нуля. И она представляет собой, вообще говоря, аналог ERSATA. То есть с помощью этой утилиты… Вот окно утилиты ADMC, и вы видите лес доменов Microsoft AD. И с помощью ADMC вы можете выполнять практически те же действия, что и выполняет контроллер домена AD. То есть вы можете создать групповую полицию, создать учетную запись пользователя. Соответственно, внести данные, заполнить ее. Просмотреть свойства, отредактировать, удалить, если надо. Аналогично создать политику. Добавить связь с объектами. Да, я заканчиваю как раз. Добавить связь с объектами. И вот та самая вишенка на торте. Включить групповые политики. Вопрос второго этапа пришел. Третий этап – это когда количество винтовых машин исчезающе мало. И вот здесь просто расписана программа пошаговая. Как закончить работу с контроллером домена AD и перевести все на саму. Ну, это года через 3-4-5 вы дойдете до этого состояния. Там есть целый ряд оговорок, ограничений. Этот инструмент пока еще далек от совершенства. Но это единственное, что сейчас есть вообще вот в этом классе решения задачи. Собственно, коллеги, все, что я хотел вам рассказать. Да, как видите, вот здесь в конце идет штатное отключение всех контроллеров на базе AD. Так, все, дальше мы вперед уже не едем. Но как бы уже и не надо, потому что это последний слайд с презентацией. Спасибо. Спасибо, Сергей. Вопросы? У вас много вопросов. Добрый день, расскажите, вот вы хорошо упомянули по поводу вашего опыта работы с прикладного ПО и Линуксом. Вот как эксперт, расскажите, если прикладной ПО с Линуксом работает плохо, то кто должен подвинуться? Разработчики Линукса или разработчики прикладного ПО или кто будет выступать арбитером в этом случае? Понимаете, арбитером в любом случае выступает заказчик. Это первое, да? Он всегда прав. Вообще говоря, принято, что прикладное ПО пишется под операционную систему, а не операционная система под прикладное ПО. То есть тот вопрос, что первично, курица или яйцо, очевиден. Другое дело в том, что если есть импортное ПО, разработчик которого ушел из России и знать нас не хочет, а мы, соответственно, его, то единственный вариант, либо как-то научиться сосуществовать с этим прикладным ПО, которое надо воспринимать как данность, либо ждать, пока отечественные разработчики прикладного ПО допилят свой продукт до более-менее приемлемого состояния. Ну, или тот самый костры под названием LINE. Ну вот, чудес тут не бывает. И в этом смысле все отечественные Линуксы примерно в одинаковом положении. Особенно это, кстати, касается драйверов внешних устройств. Значит, если под какое-то внешнее устройство есть какой-то драйвер линуксовый, желательно в виде исходных кодов, то мы при необходимости можем его допилить. Мы обычно этим не занимаемся, но в каких-то критически эксклюзивных случаях мы можем поковырять этот драйвер, залезть внутрь и там кое-что подправить. Если же драйвера этого устройства под Линукс нет в АПСЧ, то извините, господа. Можно, да, вопрос? Ахмед Афаргель, Монитор Электрик. Можно со стороны разработчика ПОУС? Тем более мы тут так чудненько все собрались. У нас тут и Базальт, и Редос, и там Астерлинукс. Дорогие коллеги. Проблема наша, да, как разработчиков ПОУС, то что мы вынуждены реализовывать там специфики каждой вашей операционной системы. Поэтому мое обращение к вам, как разработчиков пригодного ПОУСа, мы хотим технологические задачи решать. Для нас важны там МРИДы, функции, диспетическое управление, схемы, расчет оставившегося режима и так далее. А мы вот должны решать платформенные вещи. Поэтому очень хочется, чтобы как-нибудь там по чуть-чуть начали друг с другом с собой дружить, и все-таки такие технологии, как контейнер Т, и кубернеты стандартизировали, втащили в свои защищенные версии и провели через ВСТЭК. Чтобы когда Монитор Электрик приносит на площадку заказчика конечное серверное решение в виде контейнеров, оно работало везде. И мы не озадачились разборами с пакетами RedHat или Debian и так далее, и так далее. Я хочу просто приносить контейнер готовую функцию, а не решать админские задачи. Вот у меня к вам такая большая просьба. Подружитесь с флантом, со штурвалом. В конце концов, принесите на рынок российский нормальное решение, чтобы регуляторы его одобрили и сказали «Окей, вперед». Вот тут я хочу встать в позу советской продавщицы овощного отдела. Вас много, а я одна. В очередь, Сукины дети. То есть, разработок прикладных ПО насчитывается в каждой отрасли десятки, господа, десятки. И насчет того, чтобы подружить Alt с Astro и с Red, слава богу, осталось трое. Вы в курсе все, что Минцифра в прошлом году наконец открыла Америку через форточку. И капитан Очевидность заявил, что наконец-то у нас в стране есть три целевых операционных Linux. Astro, Alt и Red. И теперь разработчики прикладного ПО, если они хотят удержаться в реестре, должны обеспечить совместимость со всеми этими платформами. Дайте нам одну технологию. Она уже предупредит, что мы не надо совместимости с три реактивационными системами. А в чем проблема-то? Надо обеспечивать совместимость системой контейнеризации. Все. Вы хотите, чтобы мы за вас решали ваши проблемы? Понятно. Давайте попробуем подружить православную церковь и ислам. И я посмотрю, что у вас получится. Вот когда они создадут единую, как-то сказать, гармоничную религию, в которой все будут любить всех, тогда мы подумаем. Спасибо, Сергей. Ну давайте, да, последний вопрос и продолжим. Слышите, правильно я понял, что... Слышите? Да. Когда работали по проекту РЖД, уже лицензии, вам было бы предоставлено в 2016 году? Нет, в РЖД пошли Байкалы-М. А Байкалы-М. Но там тоже были проблемы. Наши инженеры месяца три ковырялись с материнской платой Аквариуса, потому что она тоже такая достаточно нестандартная. Там были проблемы со звуковым чипом, были проблемы с чипом Ethernet. Вот нам понадобилось три месяца, чтобы заставить Альт работать на этой нестандартной материнке под Байкал-М. Это архитектура ARM64. Эльбрусы, мы с МЦСТ дружим просто вот в десны. У нас есть инженерные сэмплы Эльбруса-16, и у нас есть уже операционка под него. И вот, соответственно, вопрос, как вы, со своей точки зрения, оцениваете представители 16-го Эльбруса на уровне каких процессов? Смотрите, коллеги, тут, ну, это действительно долгий разговор, я боюсь, мы сейчас тайминга порушим напрочь. Да. Давайте перенесем на ковыг, подходите, я вам расскажу.